The next plague hail, and then locust, destroying all the crops, and then the ninth plague darkness. Потом, ну, следующая казнь и там неурожай, потом тьма на земле. Which chapter is it? Now, what is causing all this? Чем это все обусловлено? Мы до этого говорили о том, что здесь имел место такой натуральный все-таки, природный феномен. А, вы знаете, что такое землетрясение или вот разлом земли? Да? Некоторые историки думают, что в тот момент произошло землетрясение, которое причинило многие неприятности. Дело в том, что мы точно не знаем конкретный год исхода евреев из Египта. Одни говорят, что 1500 до Рождества Христова. Другие говорят, что не позднее 1330 года до Рождества Христова. Но, тем не менее, в пределах полторы тысячи лет до Рождества Христа. И в то время было очень сильное извержение вулкана. Например, остров Крит в Средиземном море. Есть записи на камнях в Египте. Которые свидетельствуют о очень сильном выпадении пепла в то время. То есть, возможно, было такое явление в тот момент, и Библия называет это градом. И это могло послужить тому, что наступила тьма в том месте. Мы точно не знаем, но, тем не менее, интересно. Потом смерть первенцев. Десятая казнь. Есть водоемы в Африке. И в этих озерах, там, в этих водоемах, на дне очень... По-украински, помню. Утруйный газ. Как это? Да не, ну просто по-русски. Ядовитый. Может быть, это, опять же, из-за землетрясения или сдвигов коры. А может быть, нет какой-то очевидной причины. И этот, по каким... В общем, по каким-то из причин этот газ выходит на поверхность. Он доходит до определенного уровня, а потом, как бы, испаряется. Но те, кто живут рядом с этими водоемами, они умирают от того, что этот газ очень ядовит. И почему умерли первенцы? Значит, есть одна из теорий, что в Египте первенцы, они были, как бы, привилегированными. И, значит, благодаря этому они могли спать в нижних ярусах дома. Итак, если этот газ поднимается до определенного только уровня, то таким образом выходит, что как раз вот от такого явления и умирали первенцы. Но мы не знаем точно, произошло ли это так на самом деле. Но все-таки возможно, что происходил действительно какой-то процесс природный или феномен, который причинил это все. И это точно так же согласуется с теорией о извержении вулкана в то время. И, то есть, землетрясения, которые подвергли Землю вот таким явлениям. И, как бы, ну, и через это произошли вот эти казни благодаря этому. Интересная возможность, интересное предположение. Дальше, двенадцатая глава. Господь говорит Моисею взять ягненка. Ну, и, конечно, многие знакомы с этой историей. Нужно взять ягненка без порока, которому один год. Взять его в десятый день и убить на четырнадцатый. Взять кровь и помазать косяки от дверей дома. И Господь говорит, что пройду посреди вас, и всякий первенец, в доме, где не будет так сделано, умрет. Потом одиннадцатый стих. Ешьте же его так. Пусть будут чресла ваши припоясаны, обувь ваша на ногах ваших, и посохи ваши в руках ваших. Чтобы вы стояли, готовы были уйти. То есть, если этот газ распространялся, то человек, стоя, ну, на ногах, то есть, этот газ не поднимался до уровня дыхательных путей. Но, опять же, это только предположение. И есть пресный хлеб нужно. И это, пресный хлеб, это символ, как бы, очищения, потому что квасное, это символ греха. То есть, не нужно было есть квасное с того времени и семь дней. И для нас здесь образ того, что Машех, это есть агнец. Он без пятна и порока. Он явил себя на десятый день и на четырнадцатый был распят. Хронология Нового Завета. Возможная хронология Нового Завета. Он говорит о том, что, возможно, вхождение в Иерусалим было как раз на десятый день Пасхи. И через четыре дня Его распяли. Это возможно, опять же. Но Ей, как всегда, должна присутствовать кровь. И это через веру. Итак, если Он освободил нас от греха, то есть, это тот момент, откуда происходит пресный хлеб. Какой это образ для нас? Если Ишу освободил нас от греха, то таким образом мы призваны к жизни в чистоте. Вот что произошло, во что они сделали. Десятая казнь пришла, умерли все первенцы. И потом они вышли из Египта. Тринадцатая глава говорит о том, что первенцы принадлежат Богу. Принадлежат. Семнадцатый стих Говорит, что я не поведу вас коротким путем. Не проведу через филистинскую землю. Потому что они люди, которые воюют. Как мы себя с этим ассоциируем? Бог знает нас. Он знает, на что мы способны. И что говорит Новый Завет? Что они позволят нам быть испытываемым сверх наших сил. Вот что Он здесь показывает как раз. Потом они подошли к Красному морю. Бог говорит Моисею, чтобы он подошел прямо к краю моря. Потому что таким образом фараон бы подумал, что они в ловушке. И Он сказал, что фараон будет вас преследовать. Как это, что это говорит нам? В нашей жизни уже, когда мы верующие. Иногда Бог нам дает такие испытания, которые мы сами по себе не можем совершить, преодолеть. Очень тяжело нам, и мы нуждаемся в Боге. Но мы уже и вернуться не можем. И, может быть, даже Бог забирает эту возможность вернуться назад. И вот наступает фараон со своей армией. И, конечно же, что люди начинают говорить? Они начинают жаловаться. Неужели не было гробов в Египте? Ты что, нас сюда привел, чтобы умереть? Но Моисей говорит, что стойте спокойно и увидите спасение Божье. И в ту ночь столб огненный, который представлял присутствие Божье, стал между египтянами и евреями. И Господь открыл воды Красного моря. И следующее утро евреи могли перейти через него. Египтяне пытались их преследовать и умерли. Что это нам говорит? Я знаю некоторых верующих. Когда что-то очень сложное приходит в их жизнь, они говорят, ой, это дьявол. Всегда ли это дьявол? Нет. Бог иногда может нас поставить в такие обстоятельства, из которых просто невозможно выбраться. Там, где нет человеческой возможности, там, где нет... возможности человека не сработают. Потому что Господь хочет показать Свою силу в нашей жизни. Как еще мы по-другому можем понять, что это Господь делает, если мы не будем периодически видеть Его знамения и чудес? Один известный христианский лидер написал 40 лет назад книгу в Америке. Он написал так, что каждодневное чудо заставляет дьявола отступать. И он пишет в той книге, чтобы каждый день молились о том, чтобы Господь производил чудо в этом дне. А вот как я думаю. Секундочку, если я молюсь о чуде каждый день, значит, я в то же самое время молюсь о том, чтобы у меня были очень серьезные проблемы каждый день. Лучше я просто буду молиться о том, чтобы ходить с Богом в этом дне. И просить Его позаботиться обо всем. Итак, Египта уже нет, египтян. 14 глава, 31 стих. Написано, что «И поверил народ Господу и Моисею, рабу его». Это очень важно. Наконец-то люди как бы осознали лидерство Моисея. Наконец-то они приняли и поняли, что действительно Господь действует через Моисея. 15 глава, дальше. Песня Моисея об освобождении. Ну, это прекрасная песня. Я бы вам спел, но вы все вот так вот будете сидеть. 22 стих. Они пришли к тому месту, где были горькие воды. Ну, и Господь сказал, чтобы он бросил дерево в воду, и она станет сладкой. Вот как жизнь как бы проходит. Даже когда мы ходим с Богом, даже если мы совершенно послушны Ему, все равно приходят негативные обстоятельства в нашу жизнь. И что мы делаем? Подумайте об этом дереве как о кресте. Может быть, это именно образ креста. Но если что-то плохое происходит в наших жизнях, мы как бы относим себя с Ешуа, отождествляем себя. Мы как бы через Ешуа смотрим на это по-другому. Они продолжили свой путь, и у них не было хлеба. и не только у них не было хлеба. Что израильский народ сказал Моисею? Лучше бы мы умерли в земле египетской. Представляете, недолго пришлось им, недолго прошло времени, чтобы они забыли все хорошее, что Бог сделал для них. но есть закон для всех людей, который говорит нам о том, что это природный закон такой, что мы больше помним плохое, чем хорошее. Понимаете? и очень часто много хороших вещей может происходить. И вдруг происходит одна какая-то плохая вещь. И вдруг резко весь мир плохой просто. Знаете таких людей? Я думаю, что это природная как бы такое поведение людей многих. Но Господь хочет, чтобы мы преодолевали это положение такое. И так Господь дает манну. А на еврите это значит, что это такое. И они увидели это утром на следующий день на земле. и спросили, что это такое? А Моисей сказал, это то, что вы видите, то и есть. Они спросили, что такое? А он сказал, что такое? А они сказали, да не, мы первые спросили, что такое? А он говорит, это что такое? Смешно, но так оно и называлось. ну и потом как бы даются правила о приеме пищи этой. Дальше 17 глава. Теперь вообще нет воды. И в третьем стихе что же говорят люди? зачем ты вывел нас из Египта? Уморить нас жаждой? Бедный Моисей. Но мы также видим, что Моисей это библейский образ лидерства от Бога. Следующий после Ишуа. Возможно он самый великий лидер в Библии. Если изучаем его жизнь, увидите много принципов лидерства. И что же происходит? Он идет и спрашивает Бога. Сразу после этой победы приходят Амалекитяне. Они являются таким племенем пустынным и приходят, чтобы напасть на израильтян. Что же написано? они преследовали израильтян и нападали на слабых. вы видели фильмы, где показаны пастбища с животными? Ну и вот как действуют хищники, они нападают на слабых. И Моисей восходит на горы, чтобы молиться за это, и ему нужен Ор и Арон, чтобы поддерживали его руки. Мне напоминает этот фильм «Назад в будущее». Помните такой фильм? Да. Помните, когда вот этот главный герой играет на гитаре на сцене? И он исчезает. А потом опять возвращается. И это из-за его отца, который как бы дерется с плохим героем, негативным. А он должен поцеловать его маму. Ну, чтобы он этого не делает, соответственно, и он как бы исчезает, потому что и когда этот его отец как бы готов там, то он опять появляется. И вот что происходит. Джошуа. А, но это как бы происходило именно с Иисусом Навином, когда вот эта война была. Когда у Моисея руки вверху, Навин он сильный, и они побеждают. Руки опускаются, и Иисус Навин так сразу начинает его вести, силы покидают. Ну, похоже, вот так вот было. Фильмы иногда нам помогают, чтобы изобразить что-то, объяснить. Властелин колец третья часть в самом конце это что-то похожее. Извините. Сорвался, больше не буду. Быстро, быстро, а потом сказал, это не важно. Потом в 18 главе появляется Иофор. Помните, что он священник Модиамский? И он приходит, и Моисей встречается с ним. Девятый стих, посмотрите. Иофор радовался всех благодеяниях, которые Господь явил Израилю, когда избавил его из руки египтян. И сказал, благословен Господь. Он использует имя Бога, заветное имя Бога. И он говорит, что теперь я знаю, что Господь над всеми богами. Все боги египетские и разрушены. В 12 стихе написано, что Иофор и Моисей вместе принесли все сожжения жертвы Богу. Вот почему я сказал, что Иофор именно был священником Господу. Если бы он не был священником, он бы не смог принести вместе с Моисеем жертву Богу. Потом, следующее утро, Моисей просыпается и перед его шатром люди стоят с утра до вечера. Что Джетро сказал? Да, да, да. Что Джетро сказал, что вы сказали? Ага, ну, сказал, что нехорошо ты делаешь вот 17 стих. В 19 стихе говорится, послушай слова моих, я дам тебе совет и будет Бог с тобой. Потом, в 23 стихе, он говорит, что если ты сделаешь это, и Бог повелит тебе. Другими словами, он дает совет, но здесь такой принцип, по которому нам нужно учиться давать советы. То есть, можно сказать так, вот, что я думаю есть Божьей волей, но если ты тоже так думаешь, то сделай так и будешь благословен. Но другими словами, иногда есть просто человеческая мудрость, которая работает в большинстве ситуаций. Но мы точно должны знать, что Господь хочет именно так это использовать в этой конкретной ситуации. Некоторые лидеры говорят, что люди этого мира не имеют вообще никакой мудрости, чтобы чему-то научить нас. А что Ишуа сказал? Когда он говорил о деньгах, он сказал, что люди этого мира намного мудрее, чем люди царства, дети царств. Есть много путей и много ситуаций, в которых неверующие умнее. И нам нужен совет развлечения. Нам нужно развлечение, чтобы понимать все правила жизни. Другими словами, вот что установил Моисей, и это сработало. мудрее. Давайте take break now.